Здравствуйте дорогие друзья! 8 мая мы с вами продолжаем изучать книгу Бытие. Сегодняшняя тема называется Вера Авраама. И основной текст Бытие 15 глава с 1 по 21 стихи. Давайте мы будем читать и разбирать некоторые детали этого эпизода. Итак, общение Авраама с Богом. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано Не бойся Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Очень интересно здесь обратить внимание на то, в каком контексте звучат эти слова после сих происшествий. Каких происшествий? В 14 главе говорится о том, что Аврааму пришлось вызволять своего племянника Лота из плена, в который он попал. Авраам нападает, вооружив 318 человек, нападает на завоевателей, которые пришли, захватили добычу. И Авраам отвоевывает у них добычу, освобождает своего племянника Лота. После этого Милхиседек выходит к нему навстречу, царь Содомский выходит к нему навстречу. И Авраам провозглашает, что я не возьму даже нитки из той добычи, которую я получил. Конечно, вся эта история очень стрессовая была для Авраама. Представьте, какой опасности подвергался его племянник, какой опасности подверг себя сам Авраам, совершив это ночное нападение на очень вооруженного и сильного неприятеля. Его жизнь была под угрозой, жизнь его домочадцев была под угрозой. И его все имущество, все его люди оказались под угрозой. Это был большой стресс для него, конечно же. И кроме того, когда он захватил эту добычу, точнее вызволил эту добычу, он сказал, что я не притронусь ни к чему, мне ничего из этого имущества не нужно. Он отказался от, на самом деле, богатой добычи. И после этого, видимо, Господь видел что-то в сердце Авраама, что-то происходило. Хотя Авраам так кажется с внешней легкостью расстался с этим богатым имуществом, добычей. И хотя кажется он так легко одержал эту победу, но все это на самом деле, наверное, все-таки было нелегко. Потому что Господь обращается к нему со словами, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Не земные богатства, а мое богатство, я тебе дам то, чего не дадут тебе никакие земные правители, никакие земные завоевания. И Авраам обращается к нему и говорит, владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска. И здесь мы видим то, что происходит на самом деле в сердце Авраама. Ему земные богатства и награды какие-то ему не нужны, ему и бы единственную награду, чтобы у него было потомство, чтобы у него был сын, наследник, чтобы был. Здесь мы видим, насколько серьезным был этот вопрос для Авраама, насколько он был для него таким важным вопросом для Авраама. Я остаюсь бездетным. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство. Это упрек определенный, обращает он к Господу. Уже много лет прошло, сколько-то лет прошло с тех пор, как Бог пообещал. Авраам послушался, пошел, повиновался Божьему голосу. Господь обещал, что будет потомство, но его все нет и нет, наследника все нет и нет. И вот домочадец мой, наследник мой, сокрушается Авраам. И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. Снова Господь повторяет свое обещание, будет у тебя наследник. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Здесь, кстати, обратите внимание на детали. Вывел его вон. Значит, в это время Авраам находился где? Получается, он находился в шатре. Еще одна деталь. Посмотри на небо и сосчитай звезды. То есть, это было какое время дня? Это было ночью. И вот теперь мы можем себе представить уже всю картину, восстановить, как это все происходило. Авраам находится в шатре ночью, уже все легли. Авраам не может сомкнуть глаз, и мысли крутятся у него в голове. И он размышляет о чем? Авраам размышляет о том, что он бедный, несчастный, никак не может обрести потомство. Никак не может получить наследника. И вдруг Божий голос обращается к нему. Не бойся, Авраам. И как будто бы явственно, как будто бы прямо в уши Аврааму звучит этот голос, который говорит ему такие удивительные обетования. Авраам вступает в диалог с Богом, находясь прямо в своем шатре ночью, находясь на своей постели. И мы видим, что Господь выводит его и говорит, посмотри, сосчитай, если можешь счесть, столько будет у тебя потомков. И Авраам здесь написано, поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Этот стих, 15 глава 6 стих, очень знаменательный текст. И в Новом Завете он часто цитируется. Это в послании Якова, в послании к римлянам, в послании к галатам цитируется этот текст. Потому что он очень такой яркий, показательный. Он говорит, провозглашает эту истину, что праведность обретается не через соблюдение заповедей, а через веру. Авраам доверился Господу. И сказал ему Господь, я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Еще одно обещание, то есть Бог всегда повторял эти два обещания Аврааму. У тебя будет наследник, потомство большое, и у тебя будет земля. Я дам эту землю в наследие тебе, тебе и твоим потомкам. И здесь снова Господь повторяет, только что он сказал о потомке, и теперь он говорит ему о земле. Но что отвечает Авраам? Он сказал, владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Авраам как бы говорит, я слышал это обещание уже многократно, и время обещаний уже прошло. Я хочу что-то более твердое, я хочу что-то более прочное, более надежное, чем простые обещания. И Господь говорит ему, отвечает. И ответ Божий на этот запрос Авраама удивительный. Итак, еще раз. Авраам спрашивает, как мне узнать, что я буду владеть этой землей? Господь говорит, я тебе сейчас дам доказательства. И Господь ему велит, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий, и сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. То есть, вот это переживание Авраама, вот эта процедура, она была еще и пророческой. Вот этот ужас и страх, который испытал Авраам, он намекал на то страдание, на те испытания, которые предстоят его потомкам. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Амареев доселе еще не наполнилась. Итак, мы видим, что Господь определенные пророчества здесь произносит, которые мы знаем в точности исполнились. И день в день Израиль вышел из Египта в точности, как Бог предсказал. И также интересно здесь обратить внимание на то, что Господь для чего эти четыреста лет держал Израиль вдали от Хананской земли. Потому что Хананская земля еще имела определенную надежду. Народы, которые там жили, они имели еще шанс принять истину Божью, принять верой Господа. И мы знаем, что там были мадианитяне, священниками, там было познание Бога, там были ядомляне, потом там были измаильтяне. То есть были потомки Авраама, которые жили на востоке, и они хранили истину. И хананские народы общались с ними и имели возможность постигнуть истину, принять истинного Бога. Но когда мера беззакония их наполнилась, тогда Бог вернул Израиля из Египта. И Израиль вошел в Хананскую землю и должен был освободить ее от этих народов. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. Вот это тоже очень интересный образ, который описывает опыт или намекает на опыт, который будут переживать израильтяне. Когда они будут идти из Египта, их будет сопровождать столб огненный и столб облачный. Здесь мы тоже видим дым и огонь проходят между рассеченными животными. В этот день заключил Господь Завет с Аврамом, сказав, «Потомство Твоему даю я землю сию от реки Египетской до Великой реки, реки Ефрата». И дальше перечисляются эти народы. Кенеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев. Итак, мы видим, что Господь дает эти пророчества, и Он заверяет Аврама, что земля эта будет принадлежать твоим потомкам. И в доказательство, что Он делает? Он заключает Завет с Аврамом. Это второй Завет, упоминающийся в книге Бытие, после Завета с Ноем. И этот Завет интересен чем, что сама процедура его заключения была очень интересна. Дело в том, что эта процедура, как показывают исследования, она фактически повторяет процедуру заключения договора между двумя сторонами. Это была обычная такая практика, рассекали животных, и между ними проходили те две стороны, которые заключали Завет друг с другом. И они провозглашали, пусть со мной будет то же, что с этими животными, если я нарушу наш договор. И Господь, заключая этот Завет, фактически что делает? Он проходит между этими рассеченными частями. Мы не видим, чтобы Аврам проходил. И мы видим, что именно Господь заключает Завет с Аврамом, не Аврам заключает Завет с Господом. Это, кстати, очень важный момент. Когда был Завет с Ноем, тоже Господь заключал Завет с Ноем, а не Ной заключал Завет с Господом. Потому что, когда заключается Завет, то мы принимающая сторона, а Господь обещающая и дарующая сторона. И вот здесь мы видим, что Господь заключает Завет с Аврамом. И он как бы говорит, пусть со мной будет что с этими животными, если я нарушу мое обещание тебе, что тебе будет принадлежать земля. Вот так Господь заверяет в ответ на вопрос Аврама, как я узнаю, что земля будет принадлежать. Господь говорит, вот так ты узнаешь. Я обещаю тебе, клятвенно обещаю, что пусть со мной будет вот как с этими животными, если я нарушу. Так Бог человеческим языком объясняет и доносит до Аврама эту истину. И на самом деле, конечно, Бог был верной стороной в этом Завете. Бог всегда верная сторона. Но мы знаем, что несмотря на то, что Бог был верен, и Аврам, и все мы люди, мы неверны. Неверны в наших Заветах, в наших отношениях с Богом. И Бог, даже нашу неверность, Он берет на себя. И на самом деле с Богом произошло то, что с этими животными. С Иисусом Христом сделали то, что делали с животными на протяжении всех этих тысяч лет жертвоприношений. Все эти жертвы указывали на Христа, который на Голгофском кресте однажды был распят за нас, был заклан как агнец за наши грехи. И Он понес все наши наказания, Он пролил свою кровь ради нас. Он был рассечен, Он был убит, Он был уничтожен. Там, на Голгофском кресте, Его просто предали смерти. Слава Богу Отцу, Который воскресил Его из мертвых. Слава Иисусу, Который отдал Себя в жертву за нас. И что Он вот таким образом вступает в Завет с нами, заключает с нами Завет, клятвенно обещая, что моя смерть, моя кровь является доказательством, является удостоверением, является гарантией того, что вам будет принадлежать эта земля. Слава Христу за это. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты вступаешь в Союз, в Завет с нами, Господи. И хотя мы бываем неверны, но Ты верен, Господи. И даже нашу неверность Ты искупил кровью Иисуса Христа. Слава Тебе за это, благодарность во имя Господа Иисуса. Аминь. Спасибо, друзья, что вы продолжаете вместе с нами изучать книгу «Бытие». Пусть Бог благословит вас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok